Субтитры делал DimaTorzok Меня Джозеф любит, короче, с любовью от Джозефа Традиционный канадский завтрак, о господи Только списка продуктов нету, конверт в конверте, как матрешка Нема списка продуктов, ничего, традиционный канадский завтрак Джозеф, придешь ты на эту кухню, это я ей покажу Я вижу две сковородки, одна вот для блинов, это точно Вижу толпушку вот такую, то есть это надо толочь Есть картошка, есть помидор, базилик, лук, салат, яйца, сыри Это по-моему, если это канада, это листочек Если это канада, то это листок клена, это кленовый сироп, точно Сладкий, о чем сладкий? Масло сливочное, потом есть молоко, соль и мука, бекон Но по-любому это какие-то, по-любому это какие-то блины Только куда левать помидоры, я не мог понять С картошкой его пожарить Короче, начинаем Что получится, то получится И еще есть, ой господи Еще есть разрыхлитель вот такой Нам надо сделать оладки Ну не простые оладки А какие? А с помидорами Ну я сделаю не простые оладки, а оладки с помидорами Джозеф обалдеет Так, две досточки, Джозеф застрал все досточки Вон досточка застрата лежит Джозефом Так, для начала нам надо сделать тесто Я думаю, что два яйца хват Джозефу больше не надо Раз, два Теперь наливаем туда молочка Немножко Кстати, на блины надо сюда по чуть-чуть делать А мы делаем не блины, мы делаем оладки О, на оладки шишневые Короче, надо немножко молока и два яйца Теперь бахнем туда разрыхлителя Вот Чайную ложку Перекоротим Щепотку соли На глаз Сахар Сахар? Сахар надо, нет, не смысл А где мне сахар? Надо сахар Надо сахар Не надо сахар Как пить Ладно, я сирный и туда засуну Как жосеф обалдеетры есть Ахахахахахаха Так, сейчас сюда еще можно заклинить Так, ну и просеиваем туда муку Нам тесто надо, чтобы получилось на оладки Но мы будем жарить не обычные оладки Оладки для Джозефа О, можно забалабенить ему пиццу Сделать быструю пиццу на сковородке сделать Еще раз повторить Космоноса Но оно касается Да Нужно забалабенить ему пиццу Сделать быструю пиццу на сковородке А не, сковородками подходят Космоноса Космоноса Есть там еще На коже стоит Ты подойдет Ага Старный секретарь Девочка, а сколько у тебя лед? Двадцать 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 Ты так сразу и не скажешь А сколько? Двадцать Тихо Батька думает Так, наше тесто готово И нам теперь надо сделать начинку для наших оладков Потому что оладки у нас не простые, а с начинкой Что тебе надо? Мне надо кастрюля, в которые я буду резать, куда-то складывать, куда-то чашки Ничего не надо Вот это чешу Вот Вот еще Вот Вот Что еще? Вот Вот Сначала мне надо поджарить бекон То есть Мы режем маленькими такими кусочками бекон И на сковородку его С бекону в пару мы порежем вот эту картошку Пят со шкурками Бекон запариваем Молочко Молоко можно выкинуть, кстати Хе-хе-хе-хе Это остаток молока его еще, потому что я с утра ничего не ел Кота покормил, а с один лебень не нашел Молоко 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 Спасибо, чот Бекон поджариваем и бекон отправляем в эту порезенную картошку Теперь я нарежу помидор и добавлю туда вот к жареной картошке в бекон С помидора удаляю шкурку, потому что она растает и потом можно застрять в горле Я когда-то подарил такой шкурке помидорной И отправляем туда помидоры В общем, начинка для оладок готова И можно приступать к выпечке самих оладок В тесто нам надо будет добавить пару ложек растительного масла Чтобы мы на сковородку уже масло не легли В общем, если честно, я сам не знаю, что получится, потому что я делаю это первый раз Без масла уже И нам надо так растянуть, сделать побольше его Это делается вот так по кругу Очень удобно Вот так вот Смотри, что получается Мастерство А ты даже не пьешь А если это можно? Конечно можно, но с одной стороны жарится То есть, когда топа пропадает вот эта вот влага сверху, оладка, он готов Так же делается блинный торт Жарится с одной стороны толстый блин, только вот эта влага Знаешь, как сырое-сирое, потом это уже готово В общем, оладок готов Вот он вот так делается с одной стороны Поджаривается И как только можно взять руками и не липнет, это значит, что тесто готово И мы приступаем к дополнению этого оладка Мы засунем туда нашу начинку и слепим его красивым конвертом Берем ложку начинки Укладываем ее внутрь Заворачиваем вот так и пытаемся слепить края Надо несколько раз вот проходить по одному шуму, типа как делаем вареник Но до половины А вторую часть вот этого конверта мы берем и склеиваем вот в эту сторону Получается такая треуголка Вроде как детей маленьких туда заворачивают Поэтому я подарю Джозефу маленькую киндер-сюрприз Вот получается вот такая штучка Это необычные красивые такие оригинальные оладки, которые в принципе не все знают, что их можно так делать Говорить не могу ли побрана? Ну, дело в летнем не снимать, не может, другие дожатся и мной давятся Спасибо Юля, отобьется и там тебе совсем мало начинки Тебе надо худеть? Да, 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 да Не знаю, что наконец-то получилось, но айчмак, мне кажется Айчмак Так, сейчас презентацию надо делать, да? В общем, мое блюдо готово и я начинаю делать презентацию Назвал я блюдо «Плод любви» Не знаю почему, но мне так захотелось Я думаю, что вот эти конвертики похожи на вот этих деток, завернутых в конверты такие, в одеяло, когда мама их выносит с роддома Поэтому я назвал «Плод любви» Получается вот такой внешний вид для него Так Ложим один плод, вторый плод и третий Так, единственное, что я не нашел, куда положить кленовый сироп На всякий случай я его положу в центре тарелки Если не закончил, ай-па-гала Вот так И украшаем листьями салата Так И так И, наверное, надо встромыть туда вот этот лук В общем, мое блюдо «Плод любви» готово И сейчас придет Джозеф и я, конечно, посмотрю, что приготовил он Здравствуйте, мои хорошие, мои любимые, мои зрители, мои дорогие два подписчика То есть три Ха-ха-ха-ха С вами снова я Пришли мои трусы Сейчас буду снимать видео То есть я уже начал Конечно, я поправился чуть-чуть Я же говорю Кому надо вот Вот, смотрите То есть Ничего тут такого Они Материал очень хороший Мне нравится Материал очень хороший Материал очень хороший Продолжение следует...